Привет куберы, где-то несколько недель назад вышел новый умный кубик Рубика 3х3 от дочерней компании холдинга сяоми, который называется Geeker Supercube i3s, буква S обозначает слово скорость по аналогии с айфонами и другими устройствами. Я думаю подразумевается что кубик стал более крутым нежели предыдущая версия. Изменений на самом деле немало и про них я расскажу чуть дальше. А если ты хочешь быть в курсе крутых новинок в мире спидкубинга, то поставь этому ролику свой эпичный лайк и напиши комментарий по теме видео, также это может быть какое-то пожелание или идея для нового ролика. А если ты смотришь мои видео впервые, то обязательно подписывайся на канал, уверен что не пожалеешь и узнаешь много нового полезного и интересного. Поскольку я так и не смог сделать видео про первую версию гикера, то я решил в этом видео рассказать про обе версии сразу и про некоторый опыт взаимодействия с умным кубиком Рубика. Я для себя выделил ряд основных отличий предыдущей версии от новой и это первая синяя зарядка наушников вместо оранжевый, т.е. был изменен цвет. Второе. Измененная цветовая схема, раньше была с розовым и бирюзовым, а сейчас стала классическая с красным и синим вместо них. Третье. Это чуток измененная комплектация, а именно добавили кабель для зарядки. И последнее. Это обновленное приложение, это не совсем относится к кубику, но это обновление, если я не ошибаюсь, появилось с выходом новой версии гикера. Как минимум там были заменены мини-игры. Сначала пройдемся по техническим характеристикам и спецификациям. Размер кубика составляет 56,5 мм. Кубик, как и предыдущая модель имеет разъем microUSB, вернее не кубик имеет, а зарядка в виде наушников, через которые заряжается сам кубик. Заявленное время работы кубика составляет 30 часов, т.е. предполагается, что хватит на месяц работы, если играться по часу в день. На мой взгляд это нормальное время работы, учитывая, что полный цикл зарядки происходит всего лишь за 1 час. Кубик подключается по беспроводной связи к телефону через специальное приложение, которое называется SuperCube. Приложение доступно в App Store и Play Market, а это значит, что поддерживаются телефоны на базе iOS и Android соответственно. В общем практически любой современный телефон поддерживает данное приложение. Вообще индустрия головоломок набирает все больше и больше оборотов, а умные кубики Рубика это совершенно новая тема и мне кажется, что эта тема очень интересна. И даже самый закренелый спидкубер, например такой как я, захочет заценить попробовать пособирать умный кубик Рубика и уж точно не откажется получить его в подарок. На носу уже Новый год и время выбирать подарки, и у меня отличные новости. Распродажа на сайте ProCuber.ru продлевается до конца года. Если ты выбираешь кому-то или себе подарок на Новый год или какой-то другой праздник, то смело переходи на ProCuber.ru и найди себе классный кубик Рубика или другую головоломку по очень демократичной цене. Например кубик Волк 3 ты сможешь купить всего лишь за 1000, а Вейлон GTS 2M чуть меньше 1500 рублей. Это очень крутые кубы, на каждом из них был установлен мировой рекорд меньше 5 секунд, а это суперский результат. Также там много всяких разных крутых головоломок от Мафанг, Ганн, Мую, Иксмен и кучи других недорогих но мега качественных бюджеток и так далее. Обязательно загляни и найди то что подходит именно тебе. ProCuber.ru В этот раз я решил не отклоняться от своего курса и снова сделать перевод презентации об этом кубике, благо она вообще есть и при этом сделана довольно хорошо. Geeker SuperCube это второй умный кубик Рубика в этой линейке, и наверное самое первое очевидное что бросается в глаза и отличает его от предыдущей версии это его синие наушники. Производитель заявляет, что для того чтобы собрать этот кубик Рубика не нужно практически ничего, не нужно быть профессионалом, не нужно обучаться у преподавателя, и не нужно запоминать формулы. От себя скажу сразу, это в принципе все правда, но с другой стороны и обучение, сборки кубика 3х3 которые есть у меня на канале тоже не требуют быть профессионалом, преподаватель тоже в принципе не нужен, потому что видео уже записано и в реальном времени отвлекать никого не нужно. И запоминать формулы тоже по идее не нужно, их можно записать или распечатать, но для того чтобы собирать без подсказок, без бумажек, без приложения в телефоне нужно все таки запомнить хотя бы базовые формулы, они запоминаются довольно просто, примерно через 10-20 повторений. Обучение в приложении умного кубика сделано довольно понятно, показано какую грань и куда крутить, и присутствует для этого множество подсказок. Одно из достоинств этого кубика это синхронизация положения кубика и приложения в реальном времени. Встроенный и запатентованный модуль позволяет читать как расположены элементы на кубике и передавать это состояние практически моментально в приложении телефона, за счет этого становится возможным собрать кубик достаточно быстро, всего лишь за 30 секунд. Расчет был сделан из того, что одно движение делается за одну секунду. Здесь подразумевается, что сборка кубика будет сделана через специальный режим, который собирает кубик по алгоритму бога примерно за 30 ходов. Звучит это все конечно немного сложно, и я постараюсь объяснить как это работает. Поворот грани на 90 градусов записывается как один ход. Как я уже сказал решение за 30 секунд подразумевает, что за одну секунду будет сделан один ход. Технология Geekker CubeSync считывает с помощью специальных датчиков движения все повороты кубика, затем данные передаются в центральный процессор, который находится внутри крестовины, а процессор обрабатывает все эти данные. Процесс обработки данных идет непрерывно, а в это время алгоритм распознавания вычисляет состояние кубика в текущий момент времени. И все это в конце передается в приложение на телефоне по беспроводной связи. На словах замудрено, но на деле все выглядит элементарно. Кубик соединяется с приложением по беспроводному соединению через блютуз и после этого открываются режимы взаимодействия с кубиком рубика и в принципе можно его начать собирать. Принцип соединения кубика с телефоном такой же примерно как у беспроводных наушников. После того как мы подключили кубик рубика к приложению нам становится доступный мини игр. Под мини играми я буду подразумевать и обучение так как оно проходит в игровой форме, а это сделано для того, чтобы легче усваивалась информация, не перегружался в мозг, а за счет этого обучаться становится намного проще. Конечно в большей степени это ориентировано на детей, но совсем не обязательно, также по этой технологии могут обучиться без проблем и взрослые. По этой технологии кубик последовательно собирается за 9 этапов. Каждый этап можно освоить за 10 минут, если приложить усилия и очень постараться. К следующему этапу возможно перейти только тогда, когда удачно решен предыдущий, это очень круто и не будет создавать путаницы. По этой технологии среднее время решения кубика составляет 8 часов, то есть можно самостоятельно обучиться без преподавателя, без запоминания формул, без сложной рутиной в игровой форме примерно за 8 часов. Я уверен, что если приложить усилия, то можно и быстрее. Потому что когда я сам обучал человека по своей методике, то уже примерно через 40 минут человек смог самостоятельно собрать кубик без моих подсказок, пусть и по бумажке, но сам. Если вы хотите научиться или научить кого-то собирать кубик, то переходите по ссылке в описании и смотрите мои видео. А реально с этим кубиком не соскучишься, помимо обучения как я уже сказал в нем есть мини игры и их там 4 штуки. Все эти игры к спидкубингу имеют отношение очень мало, но кое какую пользу они все таки несут. Они помогают научиться быстро думать и реагировать в рамках кубика. Игра Color Memory заключается в том, что появляются два цвета и нужно сделать ходы гранями с этим центром на скорость. Игра Pixel Puzzle заключается в том, что нужно повторить узор на одной стороне. А игра Cube Crash представляет из себя что-то вроде гитарного грифа с 6 струнами, разных цветов на которые падают кубики таких же цветов, и нужно прокрутить грань того цвета пока кубик находится в полете. Игра Cube Miner заключается в том, что нужно привести человечка из одной позиции на кубика в другую иногда нужно даже подумать. Все эти игры имеют больше развлекательный характер с небольшим уклоном на логику и реакцию, а иногда и вовсе просто нужно поломать голову. В целом ничего плохого я в них не вижу, для детей очень даже понятно и полезно, так как это развивает. Лично мне игры были интересны только в начале, когда я их попробовал, дальше они у меня интереса уже не вызывают. К спидкубингу как я уже сказал они отношений имеют совсем мало, а мне как-то больше нравится собирать кубик Рубика на скорость. Но и для спидкуберов есть свои фишечки в этом приложении, есть режим мультиплеера, можно соревноваться с друзьями, то есть если станет скучно на встрече или в школе, можно посоревноваться друг с другом через приложение, собирая умный кубик Рубика. В кубике есть умный таймер, который начинает отсчет времени и время останавливается когда кубик будет собран. Это прикольный режим и на мой взгляд у него есть перспектива. А помимо всего этого мне кажется что это довольно весело так как это имеет соревновательный интерес. По поводу умного таймера, это реальная революционная фишка. С умным таймером засекать время стало намного удобнее и проще чем с традиционным способом раньше. Также в кубике есть интеллектуальный режим обучения, кубик запишет время сборки, посчитает количество ходов, скорость и решение, а в дальнейшем поможет спидкуберам прокачать свои навыки. Лично я этот режим протестировать еще не успел, но судя по презентации звучит очень перспективно и заманчиво. Поскольку кубик магнитный он отлично крутится и контролируется. Грани точно и четко позиционируются, не так как у других кубиков. В этом кубике магниты чувствуются довольно сильно, их кстати 48 штук. Помимо этого кубик отлично лежит в руках что и делает сборку приятной и удобной. У кубика отличное продуманное строение и каждый элемент имеет закругление и благодаря этому кубик хорошо срезает углы. Не заедает, не разлетается, для большей надежности элементы скрепляются винтами. Комплектация этого кубика несколько отличается от предыдущей версии, а именно с сяоми добавили кабель для зарядки, добавили сет стикеров, а также зарядное устройство в форме наушников стало синего цвета. Кубик сделан технически очень качественно. Каждый кубик изготавливается в строжайшем техническом контроле. Ведь он весь в проводах и микросхемах, поэтому единственный способ сделать так чтобы он работал хорошо и безотказно это контролировать производство на всех этапах. Также производитель заявляет, что кубик соответствует высоким стандартам современных скоростных кубиков рубика. На мой взгляд это немного завышенная оценка, но если учесть что этот кубик умный и у него есть некоторые ограничения, то он довольно крут. Напомню, что кубик магнитный и у него есть крутые инновационные фишки такие как умный таймер и режим мультиплеера. Как заявляет производитель, наклейки изготовлены по лучшим немецким стандартам, палитра цветов яркая и сочная. Цвета на кубике смотрятся приятно. Цветовая схема в целом хорошая, стикеры изготовлены из износостойкого аракала, что делает их очень долговечными. Когда уже будет умный кубик рубика из цветного пластика? Ах да, он уже есть. Это прототип кубика GoCube, про который я уже рассказывал в одном из своих предыдущих видео, вы наверное не помните, но я оставлю ссылку на это видео в описании. В общем компания GoCube тоже занимается разработкой умного кубика рубика и по их заявлению они начали разработку в 2016 году, но Xiaomi их опередили. В 2018 году GoCube собрали на краудфандинговой площадке уже более полумиллиона долларов и 3 месяца назад они показали рабочий прототип с приложением и тестами. Судя по этому, мне кажется у них дела идут очень круто. Я этому безумно рад, потому что конкуренция между производителями в сфере спидкубинга это очень хорошо, так как конкуренция развивает рынок и держит всех в тонусе, делает цены более адекватными и так далее. В конкурентной среде конечный потребитель всегда выигрывает. Для тех кто досматривает видео до конца, у меня есть небольшой бонус, расскажу инсайт. Насколько мне известно, то Ган занимаются разработкой умного кубика рубика, информации практически никакой про это нет, возможно кстати он тоже будет цветным. Единственное что про него известно, что он находится в процессе тестирования, разработки и поиска багов. Возможно что пока им просто нечего показать что-то более менее рабочее, но я надеюсь что скоро появится больше информации про умный кубик рубика от Ган, будешь представить сколько он будет стоить, может быть 10 тысяч, а может больше. Если тебе понравилось это видео поставь лайк и напиши комментарий что думаешь по этому поводу, обязательно подпишись на канал чтобы не пропустить новые еще более крутые видосы, подписывайся на мои инстаграмы и вступай в паблик вконтакте, добавляйтесь в друзья, буду рад всем, все ссылки на соцсети будут в описании. Большое спасибо за просмотр, увидимся в следующем видео, на этом у меня все, с вами был прокубер, собирайте кубики.